Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости канала. Меня зовут Виктория, вы на канале Таро от Вики. Сегодня смотрим Таро прогноз на ноябрь 2021 года для огненных знаков Зодиака, Овен, Лев и Стрелец. Будем использовать три колоды. Основные тенденции посмотрим на колоде Таро Теней. По сферам жизни Арканы возьмем из колоды Таро Колесо Года. И совет, и сюрприз, и неожиданность возьмем из колоды Таро Языческих Кошек. Итак, давайте с вами начнем с Овна. Овен, ноябрь 2021 года. Смотрим основные тенденции месяца. Основные тенденции месяца. Карта суд. Так, то есть все дальнейшие Арканы могут быть взаимосвязаны вот с этими основными направлениями, тенденциями. По карте суда могут быть, ну, то есть как прямо суды, да, у кого-то какие-то разрешения юридических вопросов, судебные процессы. Также отстаивание своей точки зрения, да, не обязательно в суде. Может быть, вы пытались уладить конфликты, разрешить какие-то вопросы с окружающими людьми, найти компромисс. То есть вот в ноябре все ваши мысли будут в основном заняты решением вопроса, глобального решения вопроса, потому что это старший Аркан. И, ну, это, смотрите, это может казаться всех сфер. То есть разрешение выхода с ситуацией, окончание какого-то сложного вопроса, да, какой-то затруднительной ситуации. Ну, то есть, возможно, будете искать правду, да, если где-то с вами поступили там неподобающие, да, непосправедливости, вы будете ее искать, этой самой справедливости. Такие основные тенденции. Так, дальше мы смотрим с вами по сферам жизни, финансы, работы, любовь, здоровье и окружение ваше. Так, смотрим. Первый Аркан – это финансы, деньги, имущество, все, что касается материальной сферы. Что вас будет ожидать в финансах? Так, рыцарь мечей. Решительные действия в этом направлении. То есть, вот, возможно, и будете искать правды, да, по финансовым вопросам, отстаивать, например, свою зарплату, свою премию, да. То есть, за ваш доход в ноябре вам придется побороться. Просто так здесь вам ничего не достанется, да. Придется, может быть, спорить, активно высказывать свою точку зрения, да. Своё мнение, доказывать, может быть, вам придется свою правоту, да. Вот рыцарь несется с мечом вперед, невзирая на все преграды. То есть, будете активно заниматься этой сферой. Ну, то есть, легких денег не будет. Легких денег не будет, вам придется побороться. Но это не означает, что вы результата не добьетесь. Просто карта делает упор на том, что в имущественной и материальной сфере вас ждет борьба. Отстаяние своей точки зрения. Работа. Что ждет в работе? В работе довольно спокойный период. Выпадает у овнов двойка жезлов. Это, знаете, как наметки на дальнейшие планы. Здесь вот большой боб, да, посадили. И пошли такие вот молоденькие зеленые пока росточки, листочки. То есть, либо вы можете быть и в начальной стадии какого-то нового проекта. Или, например, нового дела, нового бизнеса. То есть, у вас пока планы. Может быть, далеко идущие планы. Может быть, вы только строите планы на начало периода какого-то в работе. Нового бизнеса, нового старта. Может быть, да, стартап, как сейчас новый какой-то задумали. То есть, можете пока вот крутить в голове эту мысль. Она у вас может только зарождаться. Например, что-то вы там изобрели, да. Как можно получить доход. Чем можно заняться, да. Может быть, кто-то рассматривает потенциальные новые сферы деятельности. Да, может быть, кто-то решил сменить деятельность. Такое тоже может быть. То есть, в работе, в карьере все в таком зачаточном состоянии пока. Мысли, планы пока. Задумки какие-то. Смотрим. Любовь. Любовь, семья. Сюда по следующему аркану. Праздник. Смотрите, каждый праздник. А кто семейный смотрит, овны. Тех может ожидать какое-то семейное торжество. Праздник, радостное событие. Да, может быть, у кого-то в семье появится потомство долгожданное. Смотрите, видите, тут птенец выупился из гнезда. Да, если у вас в вашей семье было двое, то, возможно, у вас станет трое. Смотрите. Если вы пока свободны, нет у вас пары, то, возможно, вы встретите партнера на каком-то празднике в ближайшем. Да, или на приятной встрече друзей, да, в каком-то приятном окружении, при благоприятных обстоятельствах. Так, следующая сфера – это здоровье. Здоровье. Здесь карта, в принципе, это говорит о хорошем здоровье, но не будьте легкомысленно, следите за собой, да, потому что сейчас, да, обстановка в мире в целом напряженная у нас по всем известным событиям. Ну и, в принципе, старайтесь беречь себя, не пренебрегать какими-то общеизвестными там, скажем так, средствами, да, то есть тепло одеваться, не простужаться, да, как-то вот. Ну, то есть следите, следите за своим здоровьем, и все будет хорошо. Так, ваше окружение, друзья или какие-то обстоятельства важные в этом месяце, смотрим. Вот, смотрите, выпадает у нас королева мечей, то есть в вашем окружении явно есть женщина, которая к вам может быть настроена недоброжелательно. Может быть, кстати, с ней вы решаете какие-то споры по карте суда, какие-то, может быть, конфликты у вас с ней. Если эта женщина не является вашим недоброжелателем, это может быть человек, который пристально за вами следит, наблюдает, может быть, вас оценивает, то есть масть мечей – это не всегда у нас негатив, это холодный расчет, разум, да. Поэтому это может быть человек, который трезвым своим взглядом за вами наблюдает. Поэтому смотрите, обращайте внимание, если вы уже представляете, да, кто может быть такая женщина, то вот она может значительное влияние оказывать на вас в этом месяце, что касается вашего окружения. Она может быть как на работе, так и в семье, родственница какая-то, может быть, даже ваша подруга, которая, ну, может быть, отношения с которой не заладились. Смотрите, я думаю, если в вашем окружении есть такой человек, вы его быстро узнаете. Так, все, что касается основных тенденций расклада, теперь мы возьмем для вас карту совета и карту сюрприза месяца или неожиданности. Так, совет для ловнов, как вам лучше себя вести. Двойка пентаклей. Ну вот здесь карта нерешительности в качестве совета, она предполагает, знаете, ну, не кидаться в омут за головой, не принимать за горяча никаких решений, повременить. Вот, да, для знакомых у нас не характерно какое-то вот промедление, но, тем не менее, здесь вот карта советует вам все-таки хорошо подумать, прежде чем принимать любые решения, да. Может быть, на данный момент вам неизвестны какие-то обстоятельства, которые могут повлиять на всю ситуацию, поэтому дайте время, выждите, возможно, вы передумаете позже, да. То есть не рубите с плеча, не делайте ничего за горяча, повремените в важных решениях, в важных для вас сферах обстоятельствах. И давайте возьмем карту сюрприза. Сюрприза. Ну, замечательная карта, десятка кубков, прежде всего она характеризует семью, брак, гармоничные отношения, поэтому, возможно, в сфере любви, да, вот у вас впадал карта праздника, будет какое-то очень радостное событие, партнер вас порадует, может, подарить вам что-то, вы можете с ним приятно проводить время, да, может быть, наконец-то у кого-то долгожданный отпуск наступит, вам удастся уделить время друг другу. Если для несемейных овнов, да, ну, в любом случае, это карта радостных событий, приятных известий, долгожданных событий, то есть такая вот прям большая радость вас ожидает. Тут вот действительно, на самом деле, карта сюрприз, да, то есть неожиданное событие, именно приятное, именно приятный сюрприз. Такой был расклад для овнов, спасибо вам за просмотр, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Переходим ко львам. Львы, что ожидает вас в ноябре 2021 года? Итак, основные тенденции месяца для львов. Пятерка жезлов. Львам здесь предстоит борьба, да, придется, придется доказывать свою правоту, придется отстаивать свою точку зрения, возможно, вам одному или одной придется бороться с несколькими, ну, скажем так, противниками, да, то есть вы здесь вот как один, да, девушка одна, вокруг нее трое мужчин, и всем она пытается доказать, отстоять свою точку зрения, да. Я думаю, что здесь приходится нелегко, нелегко, потому что, ну, да, один в поле не воин, а против нескольких противников, ну, в несколько раз и тяжелее бороться, да, но тем не менее я вижу, что вот на карте, да, женщина, она не боится, не сложила рук, да, скажем так, не опустила свой меч, а продолжает отстаивать свое мнение, свою позицию, ну, то есть карта, конечно, довольно-таки тяжелая, но тем не менее я вижу вашу силу, способную вам помочь, да, свою позицию отстоять, потому что, ну, так, здесь женщина против трех мужчин явно имеет силу. Ну, мужчина вы смотрите или женщина, здесь неважно, главное, что у вас есть силы противостоять вашим, там, врагам, недоброжелателям или каким-то людям, с кем по сложившимся обстоятельствам приходится в данный момент иметь дело. Так, тенденции такие. Смотрим по сферам жизни. Первая сфера — это финансы, деньги, имущество. Семерка Пентакли — это ожидание денежных средств, то есть те деньги, то прибыль, которую вы рассчитывали получить в ближайшем будущем, ну, пока не получится, то есть события затягиваются, обстоятельства складываются таким образом, что придется подождать, придется подождать. Ни да, ни нет, но пока в ожидании, да, тех материальных благ, на которые вы рассчитывали. Следующий аркан у нас — работа, карьера, бизнес, дела. Так, Верховная Жрица. Смотрите, я думаю, что данная сфера будет очень важна для вас в этом месяце, да, в ноябре. И здесь вы обладаете некими знаниями, такими, которые не знают другие, что поможет вам в вашем деле. То есть вы что-то знаете такое, что поможет вам стать победителем, да, вот, возможно, даже в этом споре. У вас будет развита интуиция, чутье, да, как я уже сказала, какие-то знания, которые помогут вам победить. Ну, то есть... Вот, наверное, она и есть, та ваша сила, которая поможет вам противостоять. Ваша сила, ваша интуиция в ваших знаниях. У вас чутье, чутье какое-то откроется, да. Если вы собираетесь новый бизнес, может быть, открывать, то вы, вот, как говорят, нутром чуете, да, что нужно идти вот в таком-то направлении, и тогда вы будете на коне. Поэтому карта здесь советует, как ни странно, да, для огненного активного знака обратить внимание на свою чутье интуицию. Для более, скажем, людей, которые более такие вот реалистичные, да, с реалистичным взглядом на жизнь, карта может говорить о вашем опыте, да. То есть вы, наработав в жизни опыт, получив опыт в жизни, вы можете даже неосознанно как-то вот чувствовать обстоятельства, чувствовать вот нутром, да, как уже сказал, как оно будет развиваться. Обратите внимание на сферу работы, карьеры важная. Очень будет сфера в ноябре для львов. Далее, любовь, семья. Прекрасная карта, гармония, мир, любовь, все, что этому сопутствует. Для семейных, для тех, кто в паре, это прекрасные отношения, взаимопонимание, любовь. Все блага, да, для тех, кто не в паре, карта обещает встретить гармоничного партнера, да, партнера, который именно будет соответствовать вашему характеру, да, вашим, может быть, идеалам настолько сильно, насколько это возможно. Благоприятная карта в сфере любви. Смотрим здоровье. Здоровье, королева Пентакли, здоровье, все в порядке, да, вы здесь за собой ухаживаете, себя оцениваете, можете вкладывать достаточное количество средств, финансов, поддержание вашей внешней красоты, здоровья, да, то есть следите за собой, ухаживаете. Для кого спа-салона, для кого массажа, для кого-то, может быть, просто домашние процедуры, да, то есть здоровье обещает быть в ноябре хорошим. Дальше сфера окружения, друзей, знакомых, обстоятельств вокруг вас, которые будут складываться. Двойка кубков. Здесь, знаете, карта так вот коррелирует с позицией любовь-семья, да, то есть, опять же, ну, в основных моментах окружающих вас, людей, обстоятельств, карта говорит, что превалирующую роль такой играет семья, ваш близкий человек. Для деловых вопросов это все-таки заключение новых союзов, контрактов, вот может быть, все-таки, да, ваша интуиция выведет вас на новый уровень, и вы заключите какую-то выгодную для вас сделку, да, не прогадайте. И, опять же, для тех, кто не в паре, карта говорит о возможной встрече вас с вашим потенциальным партнером. Так что, ну, в принципе, окружение к вам будет очень доброжелательно относиться, вас поддерживать, да. Уважительные, доброжелательные люди вас будут окружать, поэтому можете на них надеяться. Так, смотрим для вас карту совета. Совет для львов. Восьмерка жезлов. Ждите, знаете, какого-то важного события. Случится что-то, что вы не ожидали. Стремительное, молниеносное событие, сообщение, известие, новость. Очень важное для вас. А, возможно, вы с нетерпением ждете какого-то события уже, да, и вот оно, наконец, случится в скором времени. Поэтому здесь вот карта говорит о скорейшем, молниеносном известии, да, или наступлении какого-то обстоятельства. То, что вы или неожиданно что-то получите, смотрите, у всех будет по-разному, или то, что вы очень сильно ожидаете, да, чего-то вы давно ждете, вот оно скоро исполнится. Так, карта сюрприза или неожиданности. Идет к нам, сама пришла. Тройка жезлов. Вы достигнете своей цели в этом месяце. Я думаю, что эти карты взаимосвязаны. Я думаю, что эти карты взаимосвязаны. И взаимосвязаны со всеми так же сферами жизни, которые мы смотрели. Ну, кроме денег, да, где вот у нас тут задержка в развитии, в достижении. То есть это, возможно, скорое решение, да, и выполнение всех задач в работе, в любви. Поэтому вот неожиданно могут случиться какие-то события, которые приведут к достижению вашей цели. Очень хорошие карты в завершении для львов. Спасибо вам за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии ваши. Кто не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Переходим к стрельцам. Стрельцы, что ожидает вас в ноябре 2021 года? Что ожидает стрельцов в ноябре 2021 года? Основные тенденции месяца. Колесница, карта Колесница. Вас ожидает поездка, командировка, отпуск, да, то есть куда-то вы будете направляться. Ну, возможно, вы в своем городе куда-то поедете, да. Это, возможно, также прорыв на работе, да, в какой-то сфере вашей жизни. То есть не обязательно это, ну, физически, да, вы будете перемещаться куда-то, поедете, полетите, пойдете. Это может быть также, наконец, развитие событий в какой-то сфере, да. То есть будет толчок, который даст разгон, скажем так, да, каким-то затянувшимся обстоятельствам. То есть, наконец, будет прорыв в какой-то сфере. В любом случае, это вот развитие движения вперед. Так, смотрим дальше по сферам жизни. Первая сфера – это финансы, деньги, имущество, материальная сфера. Вот Овнов у нас, по-моему, тоже самое выпадало. Придется побороться за свои деньги, за финансы, за имущество, отстаивать свою точку зрения в достижении материальной сферы, да. Придется кому-то что-то говорить, убеждать, уговаривать. То есть предпринимать решительные действия, да. Ну, здесь, конечно, недовольство в финансовой сфере вашей, потому что здесь идет явная борьба, активная борьба с вашей стороны за свою материальную сферу, за свой достаток. Работа. Так, на работе, ну вот, да, неблагоприятная карта, разочарование. Возможно, вам что-то обещали на работе, не исполнили. Кому-то могли обещать повысить должность, и такого не наступило. Кому-то могли обещать новый проект. Также этого не исполнилось. Кто устраивался на новую работу, вам обещали одни условия. В итоге вышло все не так, потому что появились вдруг, да, вскрылись какие-то ваши дополнительные должностные обязанности, которые не обговаривались при заключении договора вашего, при приеме вашего на работу. Ну, здесь в любом случае будут такие неприятные моменты, связанные с разочарованием. То есть наступление событий, которых вы, ну, никак не ожидали, которых вы, возможно, боялись. Ну, боялись не в том плане, что там на вас какие-то проверки наслали, а в том плане, что, ну, возможно, увеличение ваших обязанностей, да, увеличение работы. Ну, разочарование присутствует. То есть вы можете ощущать усталость от этого места, да, то есть разбитость какую-то. Ну, тем более конец года, в конце года, да, у нас начинаются все, думаю, дерьма, суета. И здесь у вас уже, видите, схватились за голову. Сзади вон вороны летают, да, воронье. Поэтому здесь, возможно, отсутствие силы и уже такая усталость, разочарованность. Следующая сфера — любовь, семья. Любовь, семья. Девятка жезлов говорит о границах, огораживании. Здесь, смотрите, если вот первые две сферы такие у нас не очень благоприятные, возможно, вам придется все силы положить на то, чтобы решать ваши финансовые и рабочие вопросы. Отсюда огораживание в любви, в семье. То есть может недоставать времени на семью, да, если кто-то семейный, да, у кого есть супруг, супруга для тех, кто в паре. Ну, опять же, вам будет не до партнера. И для тех, кто не в паре, также не будет времени этого партнера искать, да. То есть нет сил, потому что энергия вся ушла на решение ваших материальных и деловых вопросов. По здоровью хоть, да, у нас выпала прекрасная карта Десятка Пентаклей, поэтому обращайте как бы внимание на свое здоровье, да, та сфера жизни, в которой у вас все сейчас гармонично, хорошо. Постарайтесь ее поддерживать, потому что если еще в здоровье наступит проблема, ну, тогда остальное все будет решать вдвойне, втройне тяжелее, поэтому по здоровью выпадает благоприятная карта. Я думаю, также, кроме физического здоровья, если даже вы расстроены из-за неприятностей, там, да, на работе, в финансах, я думаю, что у вас найдутся силы на поддержание своего психоэмоционального состояния, да, настраивайте себя на тот лад, что это временные, проходящие события, и скоро все наладится. Вот эта мысль, она даст вам силу преодолеть неприятности, которые складываются в остальных сферах жизни, поэтому ищите в себе силы, и они у вас найдутся, да, на поддержании самого себя. Помните, что здоровье – это главное, и без здоровья все остальное, оно, ну, просто никак, никогда и никуда. Окружение ваше, обстоятельства окружающие вас, силы – вот она, ваша сила, вот она, ваша внутренняя сила. Сейчас вот судьба дает вам знать, дает вам понять, что у вас есть силы все эти неблагоприятные обстоятельства преодолеть. Я думаю, что в конце месяца с помощью вашей силы все-таки будет прорыв, да, в тех неблагоприятных обстоятельствах, в тех сферах жизни, у которых у вас тут застой, разочарование, да, какие-то трудности. Вот обращайте внимание, сила, она вас сейчас будет. Не ищите ее от кого-то, не ищите от кого-то помощи, ищите силы внутри себя. Совет для стрельцов. Одним словом прорвемся. Совет для стрельцов. Вот они ваши, да, тяжкое ваше бремя, десятка жезлов. Совет от карт перетерпеть этот месяц, переждать его, да. Вот как вышло, так вышло, поэтому карта, да, советует переждать вот этот вот тяжелый период, да, найти в себе силы, которые у вас, вам будут даны, да. Высшие силы вам дадут силы, да, за тавтологию, извиняюсь. Высшие силы дадут вам силы все это преодолеть, энергию. Карта сюрприз. Карта сюрприз. Карта влюбленных, да. В данном случае, если рассматривать именно, да, как вот отношение к романтической сфере, все-таки ваш партнер вас будет поддерживать. Либо также карта говорит о принятии выбора. Будет у вас такое обстоятельство, когда придется принять решение да или нет, да, черное или белое, и вы это решение примете правильно. Довольно-таки судьбоносный будет выбор для вас, поэтому обращайте внимание. Нужно будет вам принять решение, да, такое вот прямо кардинальное, либо да, либо нет, как вот здесь, да. Котик сам черно-белый, да, у нас же в каждом человеке есть и доброе, и злое, да, и ночь, и день, да, инь-янь, и все, что с этим связано. То есть кардинальное какое-то решение вам придется принять. Неожиданно, да, в позиции сюрприза, неожиданности. Это будет очень такое судьбоносное, влиятельное решение. Возможно, оно поможет вам сделать вот этот самый прорыв, да. Возможно, будете как раз принимать решение, отправиться в поездку куда-то или нет. Такой был расклад для стрельцов. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо всем новым подписчикам, да, всех новых подписчиков приветствую. До скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!